Привет, друзья! Мы продолжаем наше путешествие по Австрии и готовим сегодня обалденное фаршированное мясо. Сначала я порежу лук. Как всегда, я люблю использовать сочетание красного и белого лука. Можно кубиком, можно полукольцами. Главное, чтобы было тоненько, сделайте, как вам нравится. Отправляю в сковородку. Здесь у меня кусочек сливочного масла. Лучок обжаривается. Я сейчас, пока лук обжаривается, порежу ветчину. Не совсем ветчина, у меня сырокопченый бекон. Я нарезаю тоже небольшими кусочками и отправлю жариться к луку. Все, теперь нужно это просто обжарить. Бекон я пожарила вместе с луком. Теперь мы приготовим начинку. Я беру 2 яйца и добавляю молоко. Примерно миллилитров 50. Можете взять сливки. Опять же здесь, как говорится, дело вкуса. И немножко надо вот так вот вилочкой или венчиком просто перемешать. Сюда мы порежем булочку. Вот у меня такие обычно булка. Вот маленькими кусочками нарезаю. Так, вот теперь добавляю сюда молочно-яичную смесь. Пойдет сюда еще шпинат. У меня вот свеженький. Кстати, очень вкусно будет, если сюда добавить щавель. И тоже вот произвольно небольшими кусочками нарезаю. И пойдет в заправку. Так, натираю сюда еще сыр. Обычный сыр, какой у вас есть дома. Конечно, по рецепту австрийцы кладут пармезан. Но сделайте из того сыра, что у вас есть. Я люблю чеснок. Вся моя семья тоже положительно относится к чесночку. Поэтому я добавлю сюда два кусочка. Цедра лимона. Вот такой необычный привкус цитруса придаст цедра лимона. Ну, примерно чайная ложка. А теперь по вкусу соль и перец. Можно добавить какие-нибудь приправы. Тимьян, базилик, даже прованские травы. Вообще такая приправа, которую можно добавлять всегда и везде. И к мясу, и к овощам, и к салатам. Так, и сюда я отправляю пожаренную ветчину с луком. И перемешиваем. Все это хорошо перемешиваем. Ну, такая интересная, аппетитная начинка получается. Ну что, друзья, начинка готова. Теперь займемся мясом. У меня кусочек свинины, вырезка. Лучше всего брать, чтобы он был не толстенький. Такой вот сантиметра 3-4. Отлично подходит также телячий животик. Тоже мясо будет получаться очень нежным и вкусным. Можно взять говяжью вырезку. Теперь нам нужно будет здесь прорезать место как бы для начинки. Удобнее всего делать тоненьким ножом. Посерединке буду прорезать кармашек. Аккуратно прорезаем, чтобы края остались цельными. Прорезаем только внутреннюю часть. Ну что, друзья, потихонечку-потихонечку я справилась с мясом. У меня получился вот такой вот отличный карманчик. Все, в общем-то, реально сделать. Все можно, не спеша. Теперь нужно нам поперчить и посолить. Прямо вовнутрь. Насыпаю немножко черного перца и сверху тоже. Ну, конечно же, обязательно соль. Все это делаем по своему вкусу. Вовнутрь тоже обязательно посолим. И для цвета я добавляю красную сушеную паприку. Ну, а теперь нужно это растереть. Как бы втираем в мясо. И внутри, конечно, тоже обязательно кармашек нужно все это втереть. Специи уже все пропиталось. Все продукты пропитались друг другом. Отправляем все в кармашек. Кстати, я разрезала только с одной стороны. Со второй стороны кусок мяса целый, чтобы начинка не вытекала. Утрамбовывайте начинку вовнутрь, чтобы она там была плотна. Чтобы не получалось пустоты. Чтобы кусочек у нас получился таким плотным и красивым. Друзья, вот пока вы смотрите наш ролик, скажите, пожалуйста, какие у вас уже идеи пришли, скажем так, в голову, мысли, чем бы вы начинили, нафаршировали бы такой кусочек мяса. Какие бы фрукты, овощи вы бы положили. Мне будет очень интересно прочитать ваши комментарии. И я обязательно тоже сделаю такое мясо по вашим советам. Я закрываю срез зубочистками. Сделаю вот так вот крест-накрест, потому что если прокалывать, то они будут ломаться. Кусок довольно толстый. Можно воспользоваться кулинарной нитью, просто зашить и все. Ну что, друзья, с зубочистками я справилась. Посмотрите, как я все сколола. Зубочистки пошли крест-накрест. Я беру форму для запекания. И смазываю кусочком сливочного масла. Довольно так обильно. Ну, здесь такой кусочек, наверное, грамм 20-30. И этот кладем кусочек в форму. И в таком виде отправляем в духовку, в разогретую духовку, 250 градусов, минут на 20-30. Чтобы мясо немножко поджарилось, как говорится, схватилось. А потом я вам покажу, что мы делаем дальше. Друзья, прошло полчаса, мясо было в духовке, кусочек мяса сжался. Теперь я у меня вот такие обычные кубики для бульона развела обязательно в горячей воде. Потому что у меня форма стеклянная, и чтобы она не лопнула. И поливаю потихонечку мясо этим бульоном. Красиво шипит. Теперь отправляем мясо обратно в духовку. Примерно на час-полтора зависит от величины кусочка мяса. Духовку уменьшаем до температуры 160-170 градусов. И доводим, в общем-то, мясо до готовности. Примерно каждые 20-30 минут я буду доставать мясо и поливать соком. Друзья, мясо готово. Давайте скорее попробуем, что получилось. Вкусно. Мясо сочное, мягкое. Сейчас я попробую начинку. Очень вкусно. Друзья, посмотрите, как это красиво. Очень оригинальный рецепт. Но мне кажется, вы обязательно удивите своих гостей таким шикарным блюдом. Самое главное, что здесь можно экспериментировать. Начинку можно сделать из любимых вами продуктов. На этом шикарном блюде мы свое путешествие по Австралии, по Австрии, друзья, по Австрии заканчиваем. Как вы думаете, куда мы направляемся дальше и какая страна будет следующая? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать наше гастрономическое путешествие по всему миру. Спасибо, что вы нас смотрите. Прошу к столу и приятного вам аппетита! Продолжение следует...